Здравствуйте, дорогие друзья! С 8 по 13 ноября 2020 года в Перми пройдет традиционный пятый форум «Не дня без науки», посвященный памяти Сергея Петровича Капицы. В этом году наш форум пройдет в онлайн-формате. С публичными лекциями для самой широкой аудитории выступят ведущие ученые Российской Федерации, академики и члены-корреспонденты Российской Академии Наук, доктора наук, профессоры. В этом году организаторы фестиваля «Не дня без науки» выбрали самую актуальную тематику – угрозы и вызовы цивилизации. Сегодня в нашей студии от имени организаторов и партнеров форума приветствуют спикеров и слушателей фестиваля. Генеральный директор ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», кандидат экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации Алексей Гуревич Андреев, научный руководитель Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской Академии Наук, академик РАН, доктор технических наук, профессор Валерий Павлович Матвиенко, министр образования и науки Пермского края, кандидат педагогических наук Раиса Алексеевна Касина. Алексей Гуревич, благодарим Вас за организацию форума, который проводится уже в пятый раз. Первый раз он прошел в 2010 году. В основном спикеры форума – это выразители фундаментальных научных школ. Скажите, пожалуйста, в чем Вы, как представитель прикладной науки, находите актуальность форума? В чем компания ПНППК видит пользу в поддержке данного мероприятия? Ну, во-первых, это очень большое сообщество молодых людей. Это первый форум, там полторы тысячи, и он нарастает. Второе – то, что выступают такие светилы науки, которые рассказывают детям, как они достигли того, как они стали вот такими, да. И, естественно, в основном вот это не какая-то, так сказать, получается закрытая тема, что откуда он такой-то умный родился и стал таким. Они рассказывают, как они этот путь прошли в науке, рассказывают, какие есть проблемы. И потом этот форум говорит о многих вещах, на которых, может быть, дети даже и не задумываются, понимаете? То есть это вот взгляды с разных сторон именно научного сообщества и попытка, когда они разговаривают все-таки с детьми, они понимают, с кем они разговаривают, да, и они стараются как-то это немножко по-другому донести. И поэтому для детей, понимаете, так становится, ну, совсем не страшно. Надо этим заниматься просто, а дорогу осилит идущие, и они постепенно будут обладать этими знаниями тоже. Для нас это очень важно, потому что мы свою деятельность в основном связываем с тем, что должна происходить смена поколения, а вот те поколения, которые будут приходить, они должны уже обладать теми знаниями, которые сегодня очень актуальны для нас, как для кластеров «Атоники», как для предприятия хай-тека. — Большое спасибо. Валерий Павлович, в этом году тематика выступлений форума как никогда разнообразно, разносторонняя, от доклада «Медицина XXI века» до лекции «Медиа-реальность. Новая среда обитания». По вашему мнению, в чем важность форума «Не дня без науки» как для научной среды, так и для аудитории слушателей форума? — Ну, вы знаете, я начну, может быть, с того, что вы, обращаясь к Алексею Горьевичу, обозначили ее как представителя прикладных наук. Вообще говоря, есть такое суждение, и я с ним вполне согласен, что нет науки фундаментальной, нет науки прикладной. Вся наука прикладная. Разница состоит лишь только в том, что некоторые результаты фундаментальной науки внедряются завтра, а некоторые — через сто лет, да? И поэтому, может быть, вот учитывая тот темп в жизни, в котором мы живем сегодня, одна из задач форума, наверное, — чтобы вот эта разница, грань между фундаментальной и прикладной наукой, она стирала, чтобы всегда наука была наукой, да? И в этом, может быть, есть определенный большой смысл, в том числе и тех докладов, которые здесь будут представлены, да? Потому что, ну, тематика действительно разнообразная. Вот я сам с удовольствием буду слушать все лекции, хотя некоторых я многих коллег знаю, которые будут выступать. Ну, например, там совершенно замечательная молодой профессор Ран будет выступать Юлия Боимова. Я ее слушал на съезде по механике. Вы знаете, она, в общем-то, еще молодая девушка, но сегодня она уже себя в науке сделала, так сказать, вообще говоря, один из ведущих мировых специалистов в области графеновых материалов. А графен, ну, многие знают, что, так сказать, в общем, так сказать, эта работа была и Нобелевской премией настроенной, вокруг этого сейчас очень много-много совершенно замечательных вещей крутится, да? Или такой доклад, как «Волнный убийц». Потрясающее название, да? Есть определенные экзотики. Я думаю, что, послушав лекцию, вы об этом услышали. Но эта лекция стоит глубоко задуматься, потому что в основе лежат совершенно фундаментальные результаты критических явлений. А критические явления у нас и разрушения, и в экономике тоже критические явления. И подходы в науке, они достаточно созвучны одинаковые, да? И вот говоря о палитре, я, будучи представителем естественных наук, но есть и другие доклады интересные, будет выступать член-корреспондент Черных. Он будет говорить о народах России, да? Вообще, Россия – удивительная страна. Россия – удивительная страна. И вот я присутствовал при одной встрече, когда была немецкая делегация в Пирме, и Черных презентовал им работы, которые были связаны с пребыванием немцев на территории России, в том числе Пермского края. Вообще, это удивительная история. Вы знаете, я был так горд, когда Черных на великолепном немецком языке рассказывал немцам, они как завороженные слушали о том, как все это дело происходит. И вообще, может быть, не все будет представлено. Недавно вышла совершенно замечательная книга. Она тоже имеет отношение к этому докладу. Я горжусь тем, что эта книга издана в Пирме, если уж говорить о народах, да? Книга называется «Языки в мире, в мире языков». Это некий такой монах, где дается эссе о мировых языках важнейших – английский, немецкий, английский, американский, английский, чисто британский, русский, китайский. Но там есть большой раздел, который посвящен языкам России. Вообще, эта книга есть на сайте Пермского, она сейчас уже стала почти бестселлером. И я думаю, что те слушатели, которые будут участвовать в работе форума, они найдут для себя много интересного. И он не только обращен к молодым. Понимаете, вот я хочу сказать, что вот среди своих коллег, да, из других городов, но наша информация уже как-то размещается, да, я знаю, что многие люди будут заводить и слушать эти лекции. И еще одна ремарка. Вы знаете, вот я хочу сказать о том, что вот нашему поколению повезло, повезло в том плане, что мы вживую общались с Сергеем Петровичем Капицей, смотрели его совершенно удивительные передачи. И вот эту культуру, вот культуру представления науки, я надеюсь, наш форум продолжит и сохранит. Надо сказать, что первый форум-то он тоже помогал готовить, и у нас только не получилось, к сожалению, что-то. И еще одну тему, которую вы не затронули, это, мне кажется, Черешнев, да, то есть вот выступление Черешнева, это самое актуальное на сегодняшний день, так сказать. Я вот, знаете, я только за прошедшие две недели дважды послушал веке Черешнева, я ему позвонил, говорю, Валерий Александрович, вы мне сбросите, пожалуйста, где вы когда выступаете, потому что это настолько интересно. Ну, а тема вообще актуальна. Да, да, да. А те проблемы, с которыми, ну, не будем анонсировать, Валерий Александрович, пересказывать невозможно. Да, я думаю, мы уже заинтриговали наших зрителей. А, кстати, для наших зрителей хотел бы обратить внимание, что ссылка на полную программу в описании к данному видео. И следующий свой вопрос я хотел бы адресовать Раисе Алексеевне. Аудитория каждого форума – это школьники, студенты, молодые специалисты. Вы наверняка уже ознакомились с программой. Что бы вы пожелали спикерам, слушателям форума? Может быть, у вас есть какие-то предложения? Как можно было бы дополнить программу форума? Во-первых, я хотела бы, конечно, сказать о том, что проведение этого форума стало таким своеобразным брендом. И заинтересованность с каждым угоном все время увеличивается. Вот я лично горжусь тем, что вот так получилось, что наши коллеги предложили этот форум, а мы его поддерживали и будем поддерживать. Потому что в этом форуме участвуют не только ученые, хотя вроде форум такой научный, но и те, кто еще думает, кем стать. Поэтому, мне кажется, у форума две задачи. Первая – это просто получение совершенно новых, из первых уст просто невероятных знаний. А вторая – это поиск себя, поиск того, вот эти волны интереснее, медицина интереснее. И, может быть, что-то зацепит ребят так, что это станет делом всей его жизни. Поэтому, на самом деле, конечно, мы за форум. И молодцы организаторы, что даже в этих сложных условиях придумали вот такой онлайн-вариант. Я даже вот всегда стараюсь найти плюсы, и тут нашла плюс. Потому что зато можно послушать много-много раз какие-то места, разобраться, что-то потом добавить, выяснить, написать, в конце концов. Мне кажется, что все-все получится. Это замечательно. Относительно программы, ну, не знаю, молодцы организаторы, лекции просто безупречно подобраны, самые разнообразные. Я тоже хотела бы сказать про Валерия Саныча Черешнева. Я его и так-то готова слушать с утра до ночи. А тут, когда специально подобраны… По любому поводу он, кстати, исторические темы ведет очень хорошо, знает столько о Пермском крае, что не всякий ученый-историк знает. И, конечно, то, что там медицина, и вопросы, связанные с медициной, относительно вызовов времени, это чрезвычайно важно. Важно и то, что здесь есть темы, которые касаются медиапространства. Вот вообще говорить о медиапространстве, какие-то поднимать психологические темы, мне кажется, нужно в каждом форуме. Вот я бы сделала еще акцент на то, что невозможно построить ни себя в науке, ни сделать какие-то открытия. Сейчас можно только в команде. Команда – это всегда понимание каких-то новых закономерностей в организации работы. Вот, может быть, если только вот это добавить, все остальное. Молодцы, замечательно. С удовольствием буду следить за тем, как идет форум. Большое спасибо. Спасибо всем нашим гостям. Действительно, форум – это огромные возможности для наших слушателей. И в этом году, благодаря дистанционному формату, уверен, география форума «Не дня без науки» только вырастет. Ну и еще одна возможность для наших слушателей – все дни форума в комментариях к видео вы можете задавать свои вопросы. Все вопросы будут переданы спикерам, и в рамках видеоконференции 13 ноября вы услышите ответы на самые интересные из них. Желаю вам полезных и интересных вопросов.